Все зависит от нас самих. С этим сложно не согласиться, тем более, когда все возможности для самоопределения и реализации задуманного в принципе имеются. Например, возьмем сургут образца 2024. Согласитесь, в нем сложно разглядеть рабочий поселок времен 60-х. На месте некогда нетронутой природы сегодня красуются высотки, арт-объекты, учреждения культуры, здравоохранения, социальные сферы, полный набор. Все это результат работы тысяч людей. Однажды принятое ими решение изменило жизнь уже теперь сотен тысяч человек. Желание что-то изменить и сделать жизнь в городе комфортнее присущей современной молодежи. Сургут преображается с каждым годом все больше и больше. Все это не только благодаря федеральным программам по благоустройству. Зачастую сами жители выступают с инициативой сделать место, где они живут, лучше и краше. Активно развивается институт инициативного бюджетирования, в рамках которого можно и дорогу отремонтировать, и детскую площадку установить. А можно просто начать с субботника во дворе, в сквере за домом или городском парке. Польза и для себя, и для города. Такое волонтерское направление в Сургуте получило серьезное развитие. Привлекаются к благоустройству города и подростки, правда, не совсем на общественных началах. Как сделать шаг к Сургуту будущего, совместить приятное с полезным и при этом заработать, знает Татьяна Расторгуева. Изменения в жизни начинаются с небольших, но постоянных шагов. Приняв это как постулат, волонтеры и активисты Сургута преображают городские локации, делая их чище, красивее и привлекательнее для горожан. Это только на первый взгляд кажется, что от одного человека ничего не зависит. На самом деле, объединившись, можно сделать очень многое. Например, обновить мост влюбленных рядом с санаторием Кедровый лок. Или провести субботник в парке за Саймой. Инициатива таких экологических акций принадлежит молодежной палате при Думе Сургута. Сегодня у нас, причем собрались, хочу отметить, молодежные объединения городообразующих предприятий, организации города. Здесь вот сегодня «Газпром» пришел, «Лига наций» с нами, общественная организация. Собственно, неравнодушные люди собрались, чтобы привести в порядок место, которое любят. Наш главный организатор всего этого – это лесопарковое хозяйство. Мы вышли с инициативой к ним, то есть помочь, привести порядок, какие-то места города самые общественные. Они нам предоставили весь инвентарь, краску, грабли, все, что нужно, перчатки. И, собственно, помогают здесь нам, рассказывают, как это нужно сделать, технологии где-то подсказывают, где-то делятся инсайтами. В лесопарковом хозяйстве такой активности молодежи только рады. В условиях дефицита кадров это неплохая поддержка. Добровольцы при этом выполняют сразу несколько важных задач. Во-первых, преображают городские пространства. Во-вторых, своим примером показывают, как можно не на словах, а на деле любить то место, где живешь. Добровольцы, которые желают нам помочь, мы только за. Мы приветствуем это. Любой инвентарь, любую, я не знаю, все, что необходимо для этого, мы готовы предоставить, соответственно, только желающие. Мы всем рады. Бывает, что они предлагают, то есть где-то они сами увидели, что вот требуется работа, приходят, нам говорят, а давайте мы вот здесь проведем работы. Либо просто изъявляют желание поработать, а мы уже им предлагаем, есть там-то, там-то работы, готовы, готовы. То есть и мы тогда назначаем день и выходим совместно, вместе проводим эти работы. На один из таких субботников попал и глава города Максим Слепов. Поблагодарил ребят за их неравнодушие и желание помочь сделать Сургут городом мечты. А еще предложил сделать такие акции традиционными. Я думаю, это надо сделать нормальной традицией, еще раз, безотносительно. Субботники, они были всегда на протяжении всех, я не знаю, десятилетий предыдущей работы. Поэтому я думаю, что надо просто сделать это системной работой. Ну а фронт работ будет определять лесопарковое хозяйство. Мы будем ему помогать все вместе. Во время субботника в парке Засаймы ребята не только собирали мусор. В их чек-листе также покос травы, покраска моста, приведение в порядок скамеек и лестниц. А возможность пообщаться с первым лицом города оказалась как нельзя кстати. Муниципальный координатор российского движения детей и молодежи Ксения Наумочкина, пользуясь случаем, рассказала о большом количестве идей по преображению Сургута. Максим Слепов предложил встретиться для обсуждения дальнейших планов более детально. Дети у нас сейчас на лето, у них домашнее задание. Это проект на пикнике. Они пишут проекты для города, для того, что они хотят видеть в городе. Ну раз уж от вас идет запрос, давайте формировать. Вы какой состав видите, состав участников этой встречи? Да, ну то есть у нас будут активисты с проектами, предложениями для города. То есть мы будем рассматривать проекты конкретные? Да, да. Давайте. Пока одна часть юных сургутян думает, как сделать жизнь в городе лучше, вторая уже это делает. Ребята работают в бригадах по благоустройству на базе учреждения «Наше время». За лето таким образом преображают в Сургут около тысячи подростков. У нас в основном идет покраска, уборка скошенной травы, уборка территории. Ну как видите, вот допустим, здесь мы стараемся еще не только покрасить, но еще как-то и внести свои какие-то новшества, как-то более дать жизни этой детской площадке. Стараемся где-то классики нарисовать, где-то трафаретами сделать какие-то изображения, чтобы ребятишкам было весело и интересно играть на этих детских площадках. Запрос на трудоустройство в нашем времени начинает формироваться задолго до фактического выхода детей на работу. Вакантных мест не бывает. Все желающие попасть в бригады по благоустройству, либо производственные цеха стоят в электронной очереди и мечтают попасть в число счастливчиков. Основная цель, конечно, немного подзаработать, но не только. Все они понимают, что их сегодняшние дела задел на будущее. Елене Видовой, 17. Свой вклад в благоустройство экономической столицы Югры она делает уже на протяжении двух лет. Мы работали граблями, мы подметали улицы, красили детские площадки, заборы, даже стены в ЦДТ мы красили внутри, убирались, мыли стены, всякая такая работа. Траву собирали, убирали. Мне очень нравится здесь работать. Единственное, что мне не нравится, это рано утром вставать. А так мне в целом, правда, очень сильно нравится. Это и физическая работа, и рисовать, например. Не знаю, просто... Ну вот, я пока отработаю, у меня как раз все друзья проснутся, и мы пойдем гулять. Заработок небольшой. За смену, которая длится в бригадах по благоустройству месяц, а в цехах три, платят 10 тысяч рублей. Трудятся ребята по два с небольшим часа в день. При этом параллельно овладевают навыками, которые могут им пригодиться при выборе будущей профессии. Смысл вообще нашего учреждения привлечь к трудовой занятости как можно больше ребят. И предоставить им такую возможность познакомиться вообще с тем, что такое труд, что такое заработная плата, что такое трудовая дисциплина, ответственность. Ну, казалось бы, такие вещи, которые постоянно на слуху, но когда дети сами пробуют в это все погрузиться, то этот опыт ничем другим не заменить. Параллельно с пользой для себя подростки и волонтеры приносят ее и городу. Ведь именно им жить здесь и строить его дальше. Все они со свежим подходом, здоровыми амбициями, активной позицией. А значит, будущее у Сургута есть. Важно только помнить, все зависит от нас самих. Татьяна Расторгуева, Данил Панков, Владимир Федоров. Специально для программы «Новости. Главное». Специально для программы «Новости».